Здравствуйте! 6 апреля отмечается 57 лет со дня образования следственных подразделений в системе МВД России. С какими показателями в работе самарские следователи встречают профессиональный праздник и какой этап в расследовании уголовного дела самый сложный? Об этом говорим в нашей студии заместитель начальника управления МВД России по Самаре, начальник следственного управления Дмитрий Сумец. Дмитрий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о профессии следователь, что входит в его обязанности? Потому что все мы смотрим фильмы, сериалы, которые посвящены работе этой профессии. Ну, наверное, есть какие-то расхождения все-таки. Вот от вас, от профессионала, специалистов, хотелось бы услышать об этой работе из первых уст. Перед началом своего выступления я бы хотел немножко остановиться на истории образования следственных подразделений в системе МВД России. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия в системе МВД России было передано тогда Министерству охраны общественного порядка. В дальнейшем данное министерство было переименовано в МВД СССР. Что касается истории профессии следователя, до 1860 года следствие по расследованию преступлений в России осуществлялось городской земской полицией. Указом императора Александра II на 1860 году были введены должности судебных следователей. В дальнейшем профессия следователя, она несколько видоизменялась. Что касается периода революционного 1917-1919-1920 годы, в данное время была практика коллегиального расследования уголовных дел, что в принципе не прижилось. В 20-м году была введена должность народный следователь, в 22-м году 20-го века надзор за следствием был возложен на прокуратуру. И в сентябре 28-го года следователи были полностью выведены из подчинения судов и переданы в введение прокуроров. Но на практике основное количество уголовных дел расследовалось милицией. И непосредственно перед началом Великой Отечественной войны в подразделениях уголовного розыска, в подразделениях ОБХСС были созданы специальные следственные отделения, руководство которыми осуществлял следственный отдел Главного управления милиции НКВД СССР. Это достаточно серьезный экскурс в историю. Для того, чтобы стать следователем, нужно сдавать этот предмет, историю, юридическое образование, и без истории, наверное, не существует. На самом деле, наверное, каждый специалист своей области должен знать историю профессии, чтобы понимать, как реформировалась или реорганизовывалась его профессия, какие требования выдвигались, в том числе во временном контексте, в те или иные года. Да, и в периоды разной жизни страны, так скажем, как лично для себя вы выбрали этот профессиональный путь? У вас династия или вы первый в семье, который стал с юридическим образованием? На самом деле, для меня, наверное, никогда не стоял вопрос, кем я буду после окончания школы и после окончания института. Действительно, у нас династия, у меня отец всю свою жизнь отдал службе в милиции, в советской милиции, в российской милиции. Ну и, соответственно, я изначально с детства решил пойти по его стопам и в 2001 году молодым лейтенантом пришел в одно из следственных подразделений Самарской области. То есть на сегодняшний день работа оперативной службы и следственной, она разделена? Вот если сегодня посмотреть на работу следователя, да? Да, безусловно, она разделена и, более того, это разделение закреплено абсолютно законодательно. На законодательном уровне право производства предварительного следствия по уголовным делам возложено и предоставлено только следователю, а сотрудники оперативных подразделений, соответственно, занимаются раскрытием преступлений и установлением лиц, их совершивших, ну, наравне со следователем. Что сегодня представляет из себя следственное управление по городу Самаре? Сколько сотрудников работает? Может быть, вот такой портрет следователя социальный? Кто эти люди? Всегда ли это мужчины? Может быть, у вас женщина есть в коллективе, которая тоже занимается такой сложной работой? В настоящее время, да. Следственное управление – это большой слаженный коллектив. Численность следственного управления составляет более 280 человек. Следственное управление Управлением ВД России по городу Самаре состоит из 9 территориальных следственных отделов по числу районов города Самары. Также в состав входит следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности и зональный аппарат, который занимается методическим сопровождением расследования уголовных дел. Во главе каждого следственного подразделения стоит руководитель. На сегодняшний момент все абсолютно грамотные профессиональные специалисты. Особо хотелось бы мне отметить Коршукову Ольгу Николаевну, руководитель следственного отдела по Кировскому району. Она более 25 лет отдала службе в органах предварительного следствия. И более того, все эти 25 лет она трудится в одном следственном подразделении, в следствии Кировского района. Соответственно, на сегодняшний день это один из наиболее профессионально грамотных руководителей. Также хотелось бы отметить молодых руководителей, ну, в их числе руководителей следственного подразделения по железнодорожному району, Кормилкина Юлия Николаевна. Вот, кстати, вчера у нее был день рождения. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз ее с этим ее праздником поздравить. Что касается следственной части по расследованию организованной преступной деятельности, следует отметить, что данных подразделений в Самарской области три. Это следственные части главного следственного управления города Самары, следственного управления и следственного управления города Тольятти. На следователей следственной части возлагается расследование наиболее резонансных, наиболее крупных, серьезных уголовных дел, а также многоэпизодных уголовных дел и тех уголовных дел, которые носят межрайонный характер. Следственную часть возглавляет мой заместитель Дмитрий Гурамич Зубалов, профессионал с большой буквы, и именно на его плечах находится организация расследования сложных, резонансных, многоэпизодных уголовных дел. Как правило, в день годовщины образования ведомства подводятся итоги. Какие можно назвать цифры, статистику, которая говорит об эффективности вашей службы, чтобы еще раз подчеркнуть значение? Касается показателей нашей работы, но следует отметить, что за 2019 год в производстве следователей следственного управления находилось чуть более 14 тысяч уголовных дел, из них расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением более 1800 уголовных дел, почти на 3500 преступлений. Нами возмещено материального ущерба в ходе предварительного расследования на сумму более 110 миллионов рублей, что составляет практически треть от всего причиненного материального ущерба. Что касается результатов нашей работы за 2020 год, то следует отметить, что прослеживаются тенденции увеличения основных показателей следственной работы. Нами расследовано почти тысячи эпизодов преступной деятельности и направлено в суды. Соответственно, нагрузка на одну штатную единицу следователя в следственном управлении по городу Самаре практически на четверть превышает среднеобластную нагрузку по Самарской области. А как выглядит рабочий день следователя? Что он из себя представляет? И вообще процесс расследования, там есть определенный порядок или от него можно отходить и проявлять вот такое творчество, так скажем, элемент творчества в этой работе присутствует у следователя? Безусловно, профессия следователя – это творческая профессия. И я всегда об этом говорю и молодым сотрудникам. Вот если сравнить профессию следователя с другими профессиями, ну, наверное, ее можно сравнить с профессией художника, который создает картину, создает шедевр. Или скульптор, который создает скульптуру, потому что любое уголовное дело, это творческое расследование уголовного дела, это творческий процесс. И именно от того, насколько следователь с душой, с полной самоотдачей подойдет к расследованию, зачастую зависит и результат расследования. И зависит, будут ли изобличены преступники в совершении преступления, будет ли возмещен потерпевшему материальный ущерб, что у нас является одним, также одним из основных критериев. Потому что, ну, безусловно, люди к нам обращаются, и одним из основных их желаний является то, чтобы были восстановлены их конституционные права и возмещен материальный ущерб. Что касается рабочего дня следователя, ну, вы знаете, достаточно сложно какой-то вот выстроить. Ну, говорят, что вот это в большинстве своем такой бумажный порядок, задача вот оформления, там, преступления какая-то, что это работа в кабинете, так скажем. А вот при просмотре сериалов складывается другое впечатление, что следователь выезжает на место преступления, там тоже что-то вникает, общается, приходит общаться с преступником, подозреваемым. Вы знаете, как всегда, истина, она где-то посередине, да, безусловно, и очень много и бумажной работы, безусловно, очень много и технической работы, и в оформлении уголовных дел, и в подготовке процессуальных документов. Но также следует отметить, что следователи и выезжают и на места преступлений, проводят осмотры мест происшествий, безусловно, общаются с участниками уголовного процесса, это действительно живое общение. И от того, как следователь построит тактику и методику допроса, очной ставки, опознания, зачастую зависит и результат конкретного следственного действия, и результат расследования уголовного дела в целом. Будет ли оно раскрыто, будет ли изоблечен преступник, и хватит ли суду собранных доказательств для того, чтобы вынести соответствующий приговор. А работа отпускает следователя, или часто происходит так, что он ее берет на дом, то есть вот он расследует какое-то преступление, и постоянно вот он в этом процессе находится, мыслительно. И вообще вот это и есть как-то методики отходить, вот пришел домой, ты просто человек, не сотрудник. Ну, безусловно, методики они есть, методики психоэмоциональной разгрузки, ну, скажу по себе, что вот когда я, к примеру, расследовал уголовные дела, достаточно крупные, достаточно серьезные, действительно полностью погружаешься в процесс расследования, и, ну, бывало, что даже ночью этот процесс не отпускает, и во сне снятся какие-то следственные действия, во сне, бывает, вспоминаешь о том, что ты что-то не доделал, или на что-то надо обратить внимание. Какие-то детали, да? Да. Да. А вообще, все мы знаем, что преступный мир перестраивается под нашу действительность, и появляются новые виды, и преступления, и мошенничества, и так далее. Расскажите немного об этом, на что, может быть, следует обратить внимание нам всем в настоящее время. Какие преступления, особенно сегодня вот активно используются преступниками, и развиваются в таком будущем? В настоящее время развиваются, нашли свое развитие так называемые дистанционные преступления, дистанционные мошенничества, кражи безналичных денежных средств. И действительно, мы регистрируем огромное количество данных преступлений, и следует отметить, что процент раскрываемости данных преступлений, он, к сожалению, низок, вызвано зачастую объективными причинами. Потому что лица, совершающие данные преступления, зачастую находятся, ну и в основном, наверное, находятся в других регионах, и достаточно сложно установить, и задержать, и изобличить данных лиц в совершении конкретного преступления. Вот, как пример, хотел бы сказать, что вот за прошедшие сутки следственными подразделениями Самары возбуждено 20 уголовных дел, из них 70% уголовных дел, это уголовные дела, вот именно по таким дистанционным преступлениям. И сумма материального ущерба по, только за сутки, вдумайтесь в эти цифры, только за сутки составила более 2,8 миллиона рублей. То есть на 2,8 миллиона рублей преступники завладели чужим имуществом, денежными средствами граждан. Ну, здесь следует сказать, что универсального механизма не пострадать от данных преступлений его нет, здесь просто следует трезво оценивать вот сложившуюся ситуацию. Если вам звонят и представляются сотрудникам банка и сообщают о том, что вот по вашим картам, значит, совершаются какие-то подозрительные операции, не поленитесь, сбросьте разговор, возьмите банковскую карту, на ней написан, на обратной стороне в обязательном порядке написан телефон горячей линии банка, перезвоните и задайте сотрудникам банка все интересующие вопросы. Потому что зачастую преступники используют систему и подмены номера, и звонки поступают с номеров, вот с короткого номера, к примеру, Сбербанка 900, то есть такие технологии, к сожалению, тоже есть. И поэтому люди полностью, как бы думая, что разговаривают с надлежащими сотрудниками банка, сами добровольно, фактически добровольно расстаются со своими денежными средствами. Причем следует отметить, что вот социальное положение потерпевших, оно достаточно разное. И бывали такие случаи, что потерпевшими являлись в том числе и сотрудник одного из банков, сотрудник службы безопасности, который по роду своей службы должен, знал и должен был, в принципе, вот пресекать такие преступления. Поэтому только внимательность, только трезвая оценка сложившейся ситуации помогут гражданам избежать данных преступных посягательств и позволить не стать жертвами мошенников. То есть, если преступника не обнаружат, не раскроют это преступление, вернуть вот эти средства денежные невозможно практически. Вот сняли, допустим, с карточки сумму 100 тысяч рублей, 200-300, и пока не найдут преступника, невозможно ничего вернуть и компенсировать. Вы знаете, к сожалению, бывают случаи, что даже когда мы задерживаем преступника, к сожалению, компенсировать вот эти денежные средства похищенные, их не всегда представляется возможным, потому что преступники, ну, безусловно, их и тратят на свои какие-то преступные цели. И следователи в обязательном порядке проводят комплекс мер, направленных на установление имущества преступников, на которые судом можно, значит, можно наложить арест и в дальнейшем использовать в целях возмещения ущерба. Но, к сожалению, зачастую, вот мы не обнаруживаем такое имущество, к сожалению, зачастую его просто нет. — Понятно. Если составить рейтинг по преступлениям, то каких сегодня преступлений больше совершается в количественном, может быть, отношении? Что это? — В количественном отношении это вот именно дистанционные вот эти вот мошенничества, дистанционные кражи, их, ну, очень большое количество на самом деле. Традиционную преступность, она имеет место быть, безусловно, большое количество уголовных дел раскрывается, преступники устанавливаются, а вот сложность связана именно с раскрытием данной категории преступления, о чем у нас говорил и министр внутренних дел на своем выступлении на коллегии, расширенной коллегии Министерства внутренних дел по итогам работы за 19-й год. — Что касается так называемых громких дел, то какие примеры вы можете привести, может быть, за прошлый год, что раскрыто, где такие большие масштабы? — Что касается больших масштабов, ну, вы знаете, у нас большое количество уголовных дел, и действительно есть и яркие примеры. И в январе 2020 года в суд направлено уголовное дело, там чуть менее 100 эпизодов преступной деятельности в сфере незаконной миграции, ряд граждан, один из которых гражданин иностранного государства. По линии незаконного оборота наркотиков ряд достаточно громких дел окончен. Из незаконного оборота по данным уголовным делам изъято более 7 килограммов наркотических средств, синтетических наркотических средств, чтобы было понимание, что каждый грамм — это несколько закладок, несколько доз наркотического средства. Соответственно, и в составе организованной группы ряд преступлений нами расследован и направлен в суд. Ну, безусловно, как я уже говорил, вот расследованием таких серьезных преступлений занимаются сотрудники следственной части, высоко профессиональный коллектив. Ну, и территориальные следственные подразделения также способны расследовать уголовные дела любой категории сложности. И в производстве на настоящий момент находится также ряд уголовных дел и по так называемым страховым мошенничествам, где фигурантами проходят более 20 человек, и сумма материального ущерба составляет более 15 миллионов рублей. Говорить об этом можно много. Результаты нашей работы, они как бы говорят сами за себя. — Какие качества интеллектуальные, может быть, в такой мыслительной деятельности должны быть у следователя уже изначально, не потом при обучении, а вот если человек молодой решит идти в вашу профессию, то что у него должно уже быть? Какие свойства, характер, тип личности может быть вот в этом отношении? Что нужно в себе развивать и иметь уже? — На мой взгляд, это целеустремленность и ответственность, чувство ответственности. Ну и, безусловно, профессиональная составляющая должна быть. Те теоретические базовые знания, которые даются в вузах, в том числе в вузах системы МВД, они, безусловно, находят применение на практике, потому что наша работа, она неразрывно связана с исполнением законодательства. А не зная законодательства, его исполнять, ну, достаточно сложно. — Ну, наверное, опыт дает очень много следователю. Чем больше вот расследуешь дел, тем больше в твоей копилке, тем быстрее ты потом как-то вот справляешься с этой работой. Есть какие-то ноу-хау в работе следователей, которые распространяются потом? Вот есть такой работник, который сам вот дошел до того, что так нужно расследовать, какой ты выработал решение, вот новинку какую-то в работе нашел, такой метод новый, и потом можно его распространить. Вот такое есть? Вот как раньше была школа наставничества, допустим. Вот подобное у следователей происходит, делится опытом работники. Конечно, у нас школа наставничества, она, безусловно, есть, и все молодые сотрудники, которые приходят к нам на службу, они обучаются нами и обучаются наставниками. За ними закрепляются наставники числа наиболее опытных сотрудников. Более того, мы стараемся, чтобы наставник и следователь находились территориально в одном кабинете, чтобы вот обмен опытом, обмен информацией, он был, да, действительно непрерывен, и чтобы следователь, молодой следователь не тратил лишнего времени на хождение, на вопросы. Ну, эта система наставничества, она выработана не нами, она действует годами, десятилетиями, может быть, всю жизнь. И я, когда пришел молодым сотрудником, за мной абсолютно так же закрепили наставника, и вот мои наставники мне очень много дали. А какое вот, что самое главное, может быть, какое-то правило или закон такой вот в работе, который вы приобрели от наставника? Вот помните что-то, и к чему возвращаетесь до сих пор, что вот вам сказали вот так, и вы запомнили это на всю жизнь? Вы знаете, нельзя сказать или выделить какое-то одно правило или какую-то одну мысль. У меня было два наставника, и от каждого из них я абсолютно вот свое подчеркнул, и то, что я подчеркнул, в принципе, я использую в работе, ну, наверное, каждый день. Кадры решают все. Есть ли сегодня недостаток в кадрах? Вот в том же вашем управлении, может быть, есть специалисты, которые у вас требованы? Один из актуальных вопросов, на самом деле, кадровая проблема, да, действительно, она существует. Вот этот вопрос, он такой достаточно ступенчатый, достаточно комплексный. На настоящий момент у нас действительно имеется некомплект в следственном подразделении, и мы готовы принять на службу молодых целеустремленных людей. Я не выделяю по гендерному признаку и мужчины, и женщины. Хотя сейчас вот в последнее время в сериалах даже главная героиня-исследователь в основном, даже чаще всего, это женщины. Вот можно вспомнить несколько пересек. К сожалению, да, к моему сожалению, но это мое мнение, может быть, кто-то меня не поддержит. К сожалению, у нас порядка 80% коллектива – это женщины. Сказать правильно это или неправильно я не могу. Женщины зачастую расследуют уголовные дела, зачастую, повторюсь, лучше мужчин. И это связано, наверное, все-таки с более усидчивостью и более профессиональной въедливостью, что называется. Ну, еще раз повторюсь, 80% у нас – это женщины и приходят в большей части женщины. Поэтому, к сожалению… Да, но вы приглашаете молодых людей. Где получают образование следователи, сколько нужно учиться по времени, вот какая должна быть школа для того, как прийти к вам? Что касается требований профессии следователя, данные требования закреплены в 342-м федеральном законе положения прохождения службы в органах внутренних дел. Значит, необходимо наличие высшего юридического образования, причем в законе не сказано уровень данного образования. То есть это может быть и бакалавриат 4 года, и может быть и специалитет 5 лет, и, соответственно, магистратура 6 лет. Соответственно, отучившись 4 года, получив высшее юридическое образование, молодые парни, девушки могут прийти к нам на службу. Но и если они пройдут медицинскую комиссию и будут соответствовать требованиям о здоровье, то, соответственно, мы готовы рассмотреть каждого кандидата для приема к нам на службу. Я знаю, что вы лично даже выходите в образовательное учреждение для того, чтобы рассказывать о своей работе и привлекать молодых людей, вот именно парней, к вам на службу. Что вам дают такие встречи? Что вы узнаете сами лично для себя, общаясь вот с молодыми сегодня? Вы знаете, достаточно интересный вопрос. Я бы никогда, вот при наличии определенных и кадровых проблем, и некомплекта, пусть небольшой, но он есть, и постоянного обновления, омоложения личного состава и коллектива, придя в один из вузов, но это было не в Самаре, это было на предыдущем месте службы, я не знаю, то ли в шутку, то ли всерьез, но я так понимаю, в каждой шутке есть доля шутки, да, мне задали вопрос, а сколько стоит, чтобы к вам устроиться на службу? Я был искренне удивлен вот этому, как бы вопросу, и более того, этот вопрос, он действительно сподвиг меня на более вот частое общение с выпускниками, с будущими выпускниками. Мы действительно разъясняем требования, которые предъявляются к будущим кандидатам или к будущим следователям, мы говорим, что мы готовы рассмотреть абсолютно каждого, исходя из их профессиональных, нравственных и физических качеств, и в принципе это дает определенные плоды. Ну что ж, у нас остается буквально одна минута, я думаю, что в этот день, день вашего профессионального праздника, у вас есть что сказать вашим коллегам, обратиться к ним? Я, наверное, буду краток, я хочу пожелать всем следователям профессиональных успехов, успехов в службе, крепкого здоровья, и чтобы были крепкие наши тылы, наши семьи, наши близкие, потому что действительно следователь очень большое количество времени проводит на службе. Еще раз всех поздравляю с наступающим профессиональным праздником, желаю всем крепкого здоровья и успехов в службе. Хотелось бы закончить на этой позитивной ноте, но все-таки хочу еще услышать ответ на один вопрос. Если проанализировать, вот вы сказали, что есть недостаток в кадрах, вот самая главная причина, почему люди не торопятся к вам на службу, вот почему еще есть выкатные места? Одной из основных причин, я вижу все-таки, на мой взгляд, недостаточный уровень денежного удовольствия сотрудника, молодого сотрудника, потому что, ну, если взять, к примеру, какие-то сельские муниципальные образования, при отсутствии, может быть, должного количества рабочих мест, там еще, наверное, данный уровень зарплаты, он достойный. А что касается больших городов, ну и в частности Самары, то уровень зарплаты, на мой взгляд, он не отвечает тем требованиям, которые перед нами ставятся, тем задачам, которые мы выполняем. И вот все-таки, на мой взгляд, он нуждается в повышении, потому что, что касается заработной платы сотрудников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета, то она, я не скажу, что на порядок, но она действительно выше. Разница есть. Разница есть, да. И вот, на мой взгляд, вот при должной оплате труда мы, в принципе, вот проблемы с некомплектом это абсолютно в состоянии решить. Но даже с учетом вот того размера оплаты труда, тот некомплект, который есть, он у нас достаточно небольшой, он не превышает двух процентов, поэтому вот говорить о том, что вот у нас вот кадровый кризис, мы абсолютно не можем. Да, это мы не утверждаем. Это абсолютно рабочие цифры, абсолютно рабочие моменты. В принципе, даже это в чем-то нормально. Возьми любое учреждение, где-то какой-то некомплект есть. И тем более, что труд ваш интеллектуальный, серьезный, важный, востребованный. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником, всех ваших коллег. Спасибо за участие в нашей программе. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова